Я не слышала ни как оно летело, ни баха, просто потом я была в комнате, резкий свет, очень яркий, а потом темнота, и потом, как уже потом оказалось, я все-таки потеряла сознание, что поначалу я ни людей не слышала, ни боли не чувствовала, а потом резко стала чувствовать людей, чувствовать боль. Вот, тогда мне вообще казалось, что на меня все три этажа, которые были выше, завалились. Я как бы была возле стола, а меня волной, получается, отнесло аж к концу кровати, а то больше к концу комнаты. На меня шкаф завалился, только он, получается, развалился на части, и на меня просто, типа, одна часть шкафа упала. Я еще около часа звала на помощь, потому что завалила коридор, и я не могла именно с самой квартиры выйти никуда. Ну, я кричала с окна, и как бы меня все слышали, но никто ничего не делал. Было очень обидно как-то, потому что все куда-то и шли, все куда-то спешили, спасали себя, а на меня всем было все равно. У меня очень сильно ошпекло лицо, и глаз у меня один, я думала, я им не буду видеть, потому что как только я, типа, очнулась, я одним глазом не видела. Я думала, что я им вообще видеть не буду. Два с половиной часа меня зашивали врачи уже в больнице, мне обкалывали каждую рану и зашивали. Я слышала ее голос в операционной, но я не верила, что то она. Пока я уже не увидела, что вот ее с операционной перевезли в реанимацию, я тогда успокоилась, что вот она действительно, она живая. Смотреть на нее было страшно, и я боялась смотреть на нее с тем, что она в моем взгляде увидит вот этот вот страх, боль. Без слез была не глянешь. Это через неделю, когда мне принесли телефон, и я в отражении телефона себя увидела, и то я тогда старалась избегать своего отражения. Были какие-то смешанные чувства, я с одной стороны была вообще рада, что я как бы вышла, все такое, а с другой стороны было как-то очень грустно, я пугалась сама себя. У меня спустя три недели тоже, когда я была в больнице, вытащили тут с щеки стекло. Она начала, она прорезала тут рану, ну типа кожу прорезала острым углом и стала вылезать, ну прямо тут возле глаза было. Вот, и мне доставали его. У меня даже пару дней назад стекло вылезло с подъезда, а до сих пор еще... Шекой осколок достали спустя три недели после операции. Это достали щеки. В теле есть еще осколки, но врачи сказали, они будут постепенно сами выходить, организм будет отталкивать их. Да, то, что она осталась жива, это слава богу. Но на тот момент было настолько изрублено лицо, я боялась, что это как раз подростки, чтобы ни с собой ничего не сделали. Знаете, как оно бывает, да, у нас кто-то где-то глаз там косой, а у подростков уже ж начинается обсуждение, а тут она останется со шрамами. Как к ней будут люди относиться, как друзья. И вот этот был как-то страх долга. Но я все равно говорила, мы все выдержим, она все равно красивая, сильная, и все будет хорошо, правильно? Нам начали писать, предлагать операции. Мне вернули бровь на место, потому что у меня бровь была аж тут, ее вернули сюда-обратно. Глаз тоже у меня тут кожа, отсюда была я сюда аж натянута. Это мне возвращали черты лица, и плюс пару шрамов сделали меньше и аккуратнее. Но я была очень рада, что по сравнению с тем, как я выглядела, я уже намного лучше выгляжу. Мне почему-то, когда окна открыты, я их вижу, и меня это почему-то всегда пугает, настораживает. А когда они как бы закрыты, я их не так вижу, и мне спокойнее. Я боюсь, особенно когда там тревога и так далее, я боюсь быть одна в какой-то комнате. Я всегда хочу, допустим, прийти в комнату, что-то сделать, и такая, мама, пошли со мной. Потому что мне, когда я с кем-то, мне спокойнее. Когда я одна, я прислушиваюсь к каждому звуку, и мне очень страшно. Мы когда были в Киеве, мне было скучно очень, у меня аж там не друзей, ничего. И мы пришли в магазин, и я давно хотела купить какую-то такую картину по цветам и разрисовать. Мне нравится очень рисовать и нравится шить. Ты живешь не тем, что вот та будет, скоро оно будет, все хорошо. Нет, ты живешь здесь и сейчас. Нужно приспосабливаться ко всему. Плохо только тем, кто уже в сырой земле. Там уже ты ничего не исправишь. А это все поправимо. Сейчас я это принимаю, как... Я просто один фильм смотрела, и там девочку пытались сдушить, и она выжила. И она специально не замазывала след, то, что ее душили, чтобы вот, типа, она выжила, она смогла. И я благодаря этому фильму тоже стала не избегать своих шрамов, а наоборот гордиться, что вот со мной такое случилось, а я выжила, и что со мной все хорошо. Продолжение следует...